В оперном театре премьера сезона «Царская невеста» Римского-Корсакова. Масштабный исторический спектакль, в котором звучат лучшие голоса театра. Среди первых зрителей Алексей Кудинов, и он уже готов поделиться впечатлениями. Леша, здравствуй, ждем подробностей. Добрый вечер, Светлана. Театр оперы и балета, много работы в этом летом. Нельзя сказать, что он открывает сезон премьеры, но вот это первый такой очень громкий аккорд. Опера «Царская невеста» Римский-Корсаков, очень масштабная. Поставил ее режиссер Вячеслав Стародубцев, который в последнее время очень много новых спектаклей делал для малой сцены театра. И вот, наконец-то, смог по-настоящему развернуться с большим размахом. Сделана эта постановка. Музыкальный руководитель Дмитрий Юровский, дирижер. И вот на премьерный спектакль приглашена звезда мировой оперы, солистка Михайловского театра Олеся Петрова. Мы уже смогли немного послушать, как она поет. Вообще «Царская невеста» — это драматический спектакль. Это мощнейший драматический спектакль. Один из немногих у Римского-Корсакова тех произведений, где очень высокая концентрация эмоций. И вот этот разбег от небесной лучезарной лирики до животного эмоционального накала, который звучит на разрыв аорты. «Царская невеста» — одна из самых драматичных опер не только у Римского-Корсакова, но и вообще в русской музыке. В основе лежит исторический эпизод женитьба Ивана Грозного на Марфе Васильевне, которая пробыла... Молодая девушка пробыла с супругой самодержатой всего несколько дней, и потом умерла при до конца невыясненных обстоятельствах, вроде как была отравлена. Вот этот эпизод, конечно, в достаточно вольном переложении и взял за основу римский Корсаков. В общем, постановщики говорят, что в этой опере очень много пластов здесь, и действительно и любовь, и есть и конкуренция, страсть, и отношения человека и государства, человека и системы. Напомню, что Иван Грозный выбирал себе как раз третью супругу Марфу Васильевну по результатам большого просмотра. Несколько тысяч девушек были предложены царю, и вот он выбрал самую лучшую, самую красивую, единственную. В общем, очень много пластов в этой опере. Официальная премьера завтра и послезавтра будут спектакли. Ну, вот, а мы уже посмотрели сегодня. В общем, замечательный, конечно, спектакль. Нужно идти всем, кто любит русскую оперу. Добавлю, что когда-то «Царская невеста» уже была в репетуаре Новосибирского театра оперы и балета, и вот сейчас триумфальное возвращение. Светлана. Спасибо, Алексей.